здравствуйте уважаемые подписчики зрителей подписчики игру одноименной группы самогонщик с урала все кто не подписан на группу вконтакте подписывайтесь и задавайте вопросы пишите комментируйте все кто не подписан на канал подписывайтесь ставьте лайки а сегодня мы будем делать настойку ерофеич по двум рецептам взятым один сайта азбуки винокура ссылка будет в описании а второй взятый с просторов интернета но поехали приготовление настойки ерофеич так мы собрались сделать две разных настройки точнее не разные настойки одинаковые просто взятые из разных источников азбуки винокура и с просторов интернета подготовил по литровой банки для литровых не было трехлитровый но палитку налил подписал азбука винокура и нет сегодняшнее число 16 октября и приступим к приготовлению нам понадобится для настойки которую нам рекомендует азбука винокура нам понадобятся дистиллят вот у меня 50 градусный азбука рекомендуют 60-80 градусов измельченный корень колгана вот она у меня лопчатка корневище из аптеки взята зверобоя так лопчатки нам надо 10 грамм зверобоя нам надо будет 5 грамм перечная мята 5 грамм ромашки 5 грамм полынь 1 грамм и аниса 1 грамм для приготовления настойки взятые из интернета нам понадобится восемь грамм колгана то есть лопчатки два с половиной грамма шалфея так вот он нашел фей аниса два с половиной 16 грамм зверобоя 32 грамма фенхеля или укропа у меня фенхель и 32 грамма мелисы приступим к приготовлению и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, наши настойки настоялись, отдохнули, выстояли две недели. Я их процедил, отфильтровал и сейчас мы продегустируем. Для этого нам два стаканчика и будем пробовать. Это у нас от азбуки Винокура, а это из просторов интернета. Ваше здоровье, уважаемые зрители! Настойка горькая. Набьется легко. Чувствуется немножко привкус ромашки. Аромат. Но... Неплохая. Как вы заметили, цвет одинаковый. В обоих настойках ароматы немножечко, ну, незначительно отличаются. В связи с разными ингредиентами. Пробуем то, что нам насоветовали в интернете. По рецепту интернета она несколько помягче. Хотя, горечь чувствуется на порядок сильнее. Ну, из этих двух, я бы рекомендовал бы обои настойки попробовать и выбрать для себя свою. Я же лично для себя выбрал бы обе вкусные. Если понравилось видео, ставим пальчик вверх. Не забываем подписываться на канал. Это очень стимулирует на съемку новых рецептов. Рассказов о нашем хобби. На этом всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...